После того, как вы зашли в почту, в правом верхнем углу экрана, вы рядом с вашим аккаунтом можете увидеть квадратик, графическое меню. Главное сокровище Google Apps, Google Диск хранится именно здесь. Зайдем на Google Диск, видим, что здесь, как на обычном диске, расположены директории и расположены отдельные файлы. Файлы раскрашены в разный цвет, они соответствуют разным стандартам. Откроем какой-нибудь, зайдем в директорию 4 и откроем документ первой уроки Google Apps. Самый простой документ. Как делали раньше. Печатали документ вверх и рассылали его в качестве приложения своим респондентам. Теперь мы поступаем по другому. Мы берем настройки доступа и здесь можем для этого документа изменить доступ. Во-первых, можем никому не показывать. Доступ ограничен. Можно открыть доступ всем в школе, у кого есть ссылка. Можно вообще всем в школе. Можно за пределы школы документ выпустить. Тогда не будут спрашивать у пользователя, желающего посмотреть, является ли он членом домена, пользователем домена или нет. И можно вообще открыть документ, чтобы мог любой человек посмотреть. Если мы хотим ограничить доступ, то мы можем в этой строке ввести адрес. Сейчас еще одному человеку у меня есть аккаунт в почте Gmail. И там я смогу... Сразу предупреждает меня, что этот аккаунт Gmail лежит за пределами организации. Мы на это не обращаем внимания. И входим в почту для того, чтобы посмотреть сообщение, предоставленное на документе. Здесь есть одно входящее. И написано, вам предоставлен доступ к файлу первой уроки в NoDocs. Сам документ как лежал где-то на сервере удаленно, так и остался там лежать. Флажок, который здесь появляется, говорит о том, что документ открыт другим пользователям. Это как раз мой аккаунт в домене школы. Таким вот образом осуществляется обмен документами и предоставление права редактирования. Теперь я могу здесь что-то изменить в этом документе. Эти изменения автоматически станут видны и в другом аккаунте. Сейчас я вошел в другой аккаунт. Здесь видно, красным помечено, что редактировал человек, у которого снизу красная полосочка, малиновая полосочка. Пересылать документ теперь не нужно. Можно его редактировать с двух сторон, с двух аккаунтов. А находиться он будет в облаке, говорят. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова